Привет друзья, добро пожаловать на мой канал, где я всегда ищу новые и захватывающие темы в мире игр. Сегодня у меня для вас что-то особенное, так как я представляю вам топ 12 малоизвестных стратегий уходящего года. Если вы уже наигрались в популярные и известные игры, то это видео именно для вас. Так что не забудьте заглянуть под видео, чтобы прожать на лайк и найти там ссылки на надежные магазины, в которых игры всегда дешевле, чем на других платформах. Ну а теперь приготовьтесь к открытию новых миров, знакомству с боевыми тактиками и погружению в эпохи, которые вы еще не видели. Держитесь крепче, ведь нас ждет захватывающее путешествие. Ротопия – стратегический симулятор с элементами выживания и проработанной песочницей, где мы отправимся на исследование необычного мира и займемся строительством собственного города. Жителей в городе будет довольно много и каждый со своим характером, определенными запасами, а также запросами, которые необходимо учитывать, чтобы сделать жизнь в городе намного комфортнее. Не обойдется в игре и без социальных катастроф, с которыми нужно научиться справляться, подключив хитрость и навыки тактического планирования. Старайся постепенно улучшать и развивать город, чтобы повышать социальный статус и обеспечивать горожан высокими зарплатами. Основной мир будет находиться под землей, важно его внимательно исследовать, чтобы добывать ценные ресурсы, собирать необходимую информацию и завести новые знакомства. Не обойдется и без трудностей, и в виде коварных противников, которые будут делать все возможное для разрушения города изнутри. И их нужно как можно скорее остановить. Нахальюбейк Данжен Мастер Игровой проект представленный нам в жанре исторического симулятора, где ты займешься строительством, развитием и защитой подземельного городка с лабиринтами и шахт. Отправляйся на просторы мира фэнтези, внимательно его изучи, собери ценные ресурсы и начни с малого, а именно с небольшого подвала. Ты профессиональный смотритель подземелья, а это значит, что на тебя ложится огромная ответственность за тысячи его обитателей. Здесь ты сможешь собрать команду помощников, которые будут выполнять поставленные задачи и помогать тебе с трудностями, которых здесь огромное количество. Не обойдется и без авантюристов, которые то и дело, что будут совершать вторжение в свое подземелье в поисках наживы. И от них тебе нужно будет находить способ избавиться, что сделать не так-то просто. Прояви свои таланты, подключи смекалку, а в некоторых моментах и хитрость, обеспечь себя и своих сверстников мощным вооружением, а также создавай правильный тактический план действий. Yes, you're Grace Snowball. Приключенческая сюжетная игра, которая обеспечивает полное погружение в мир, связанный с древнеславянской культурой и историей. Мы становимся частью традиций и обычай того времени, а также ощутим на себе сложность роли правителя тех дней. В твои руки попадает совсем молодое и еще не окрепшее государство, которое ты всеми способами приведешь к процветанию и могуществу. Задача не из легких, так как на твои плечи ложится множество аспектов и большая ответственность за целый народ. Будь внимательным в принятии важных политических решений, подключая смекалку, а в некоторых моментах и хитрость. Немаловажно проявлять себя как профессиональный стратег, как в плане развития государства, так и на поле боя, ведь враг не дремлет и готов в два счета развалить твои владения. Сюжетная линия вариативная и порадует массой неожиданных событий. Также игра представляет нам полную свободу действий, где от принятых решений будет напрямую зависеть концовка игры. Cablecore – стратегическая карточная игра с примесью рогалика, которая отправляет нас на просторы непредсказуемого научно-фантастического мира. Исполни роль отважного героя, который вместе со своей верной командой соратников отправляется покорять просторы галактики, выстраивать пусковые механизмы и защиту от нападения коварных оппонентов и их могущественных боссов. В своем арсенале достаточно оружия, чтобы истребить зло, но им нужно научиться правильно пользоваться, и тогда у врагов не будет никаких шансов на победу. Арсенал также включает в себя и определенный набор карт для каждого участника команды, которыми ты будешь самостоятельно распоряжаться, чтобы сделать работу слаженной. Чем лучше эффективность и высшая сила членов экипажа, тем больше возрастают твои шансы на победу на поле боя. Отдельно стоит отметить случайную генерацию игры и колоды при каждом новом запуске, а поэтому каждое твое приключение в галактике станет уникальным и интересным. Микроцивилизацион. Пиксельная стратегия, где основа игрового процесса заложена в своевременном нажатии на клавишу. Здесь ты займешься созданием и развитием собственного мира, отправишься на его исследование, а затем, если конечно захочешь, все разрушишь и начнешь заново. Игра предлагает полную свободу действий, огромное количество возможностей по воплощению всех своих самых смелых идей. Будь готов столкнуться с социальными волнениями, бедствиями и болезнями, от которых нужно как можно быстрее избавиться, иначе это не приведет ни к чему хорошему. Помни, что от твоих действий и принятых решений будет зависеть исход событий. Также ты будешь постепенно открывать новых героев, наделяя их уникальными способностями, а затем включать их либо в состав армии, либо в сферу строительства и развития самого города. Имеется в игре и древо технологий, каждую вверху которой ты будешь постепенно открывать, тем самым развивая город, делая его передовым и комфортным для жизни. A-Chain City is градостроительный симулятор, который отправляет нас на просторы древнего мира и дает возможность создать собственное поселение. Займись исследованием окружения, определить для себя территории, на которые вскоре сумеешь возвести желаемое. Изучи локации, добыть ценные ресурсы и полезные предметы, а затем займись строительством различных деревянных сооружений, возведением заборов для защиты, а также продумыванием инфраструктуры. Город построить не так-то просто, потребуется пройти немало испытаний и сменить не одно поколение людей. Система сезонов, как и система погоды, здесь также присутствует, и это в какой-то момент может тебе помешать, либо сыграть на руку. Мир определен в особой экосистеме, которая была воссоздана по твоим условиям жизнедеятельности, всячески защищая свои владения, опасаясь нападения других воинов и начинающихся катаклизмов. Стоит отметить наличие полной свободы действия для пользователя, что позволит ему сделать все так, как он посчитает нужным. Графика продумана на отлично, а общая атмосфера позволит с головой окунуться в игровой процесс. The Iron Art Тактическая РПГ, где тебе предстоит взяться за исполнение роли предводителя гильдии отважных и бесстрашных героев. Под твоим началом будет небольшая организация, которую впоследствии необходимо всячески развивать и увеличивать, становясь известным на весь мир. Контролируй каждый аспект деятельности, занимайся распределением ресурсов, привлекай в команду как можно большее количество людей и делай все, чтобы добиться успеха. Стоит не забывать о том, что каждое совершенное действие и принятое решение будет иметь последствия и в итоге повлияет на исход событий. Что касается боевой системы, то она здесь проработана на отлично и представляет собой пошаговый стиль. Это значит, что тебе предстоит подключить не только силу, но и навыки стратега, чтобы раз и навсегда дать отпор оппоненту. Событие отправляет нас на просторы вселенной, которая уже много лет живет в страхе. Все дело в том, что раз в несколько десятков лет на мир совершается нападение жуткий дракон, несущий в себе смертоносную чуму. Эта болезнь превращает людей в жутких созданий. И вот в очередной раз из таких посещений было принято решение одолеть обидчика, за что и принимается главный герой, а ты ему должен в этом помочь. Кайс оф лор. Ролевая стратегическая игра, которая делает нас частью динамичных, максимально безумных сражений с коварными оппонентами. Первым делом стоит отметить качественную проработку графики, исполненную в пиксельном стиле, наделенную крутыми эффектами и яркими красками. Ты отважный предводитель команды отважных воинов, которых выберешь самостоятельно, определив уникальные навыки и боевые характеристики. К подбору состава команды нужно подойти с особым вниманием, ведь каждая способность персонажа будет влиять на ход событий на поле боя. События будут происходить на просторах мрачного подземелья, главными обитателями которого являются жуткие монстры, от которых нам и требуется избавиться. Выполнение квестов принесет еще больше возможностей и позволит нам совершенствовать свою команду, делая ее сильной и непобедимой перед любой силой врага. Конечно же, не забывай о магии, которая станет для команды верным спутником и значительно увеличит шансы на победу. Land of the Vikings Яркая и довольно реалистичная игра, исполненная в стратегическом жанре. События отправляют нас на просторы мира прошлого, а именно в средневековую Скандинавию, где мы возглавим небольшое поселение и постараемся привести его к процветанию. На твои плечи ложатся все аспекты деятельности города, а поэтому важно постоянно развивать свои профессиональные навыки. Предстоит грамотно распоряжаться ресурсами, развивать инфраструктуру, прислушиваться к пожеланию горожан, сооружать различные постройки и контролировать экономику. Постепенно ты будешь набираться опыта и сумеешь развить свой город до крупных масштабов. И даже появится возможность сделать его центром торговли между соседними странами и землями. Игровой процесс максимально уникален и разнообразен, но вдобавок к нему присоединяется отличная современная графика, исполненная в классическом, присущий жанру стилю. I Am Future Causey Apocalypse Survival. Игра, исполненная в стилистике выживания, где в роли отважного героя мы отправляемся на просторы мира, переживающего последствия апокалипсиса. Игрок становится частью довольно мрачного антиутопического будущего, где земля практически полностью погрузилась под слой воды, но при этом большей частью человечества все же удалось выжить, отправившись на другую планету. Наш главный герой точно не из тех счастливчиков и был вынужден остаться на земле, справляясь с новыми условиями существования. Долгое время ты был заперт в Креокамере, в одном из многочисленных небоскребов. Прошнувшись и придя в себя, ты понимаешь, что планета больше не пригодна для жизни. Но и другого выхода у тебя просто нет. Отправляйся исследовать окружение, чтобы раздобыть полезные ресурсы, постепенно раскрывая тайны своего прошлого и создавая необходимые условия для относительно комфортной и безопасной жизни. Iron Marines Invasion – стратегическая игра с примесью экшен-рогалика, где все действия происходят в режиме реального времени. Тебя ждут захватывающие смертоносные сражения с полчищами оппонентов, где важно научиться думать стратегически, чтобы не оставить им шанса на победу. Бурная стихия со своими опасными существами стала стремительно захватывать галактику, и только тебе под силу их остановить. Первым делом позаботься о наличии в боевом эмоционале мощного вооружения, а также не забывай постоянно совершенствовать свои навыки, ведь сила врага только возрастает. Имеется как сюжетная линия, так и побочные миссии, поэтому скучать у тебя просто не будет времени. Порадует высокая динамика и проработка игры, где каждый найдет для себя что-то интересное. Пройди все испытания, отточи как следует тактические навыки и истреби зло раз и навсегда. Беннет Орейза. Трехмерная игра, разработанная в жанре рогалика, где мы становимся частью научно-фантастического мира и отправляемся на борьбу со злом. Основа игрового процесса заключается в коллекционировании карт, которые и станут твоим основным оружием в той или иной битве. Бери с собой верного компаньона и вместе с ним становись на путь сопротивления с коварными и бездушными созданиями, которые хотят уничтожить твои земли. Впереди тебя ожидает масса преград, опасностей, трудностей и испытаний, поэтому важно постоянно развиваться и модифицировать колоду, делая ее более могущественной. Внимательно подходи к подбору колоды, ведь от ее состава будет зависеть успех того или иного сражения. Тебе важно внимательно изучать умения и боевые характеристики предлагаемых спутников, ведь от сделанного тобой выбора будет зависеть исход событий. Графика отлично проработана, обладает уникальной рисовкой, приятной анимацией и крутыми визуальными эффектами. Вот и подошло к концу наше путешествие по топ 12 малоизвестных стратегий уходящего года. Надеюсь, что вы нашли для себя что-то интересное и захотите попробовать некоторые игры из этого топа. Не забывайте следить за моим каналом, ведь я всегда готов поделиться новыми открытиями из мира игр. Если у вас есть предложения или просто есть что сказать, обязательно делитесь своим мнением внизу в комментариях. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова